5 октября прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. В ходе очередного совещания члены администрации и руководители предприятий города обсудили текущую эпид-ситуацию по распространению коронавируса. В Смоленской области, как и повсеместно по стране, отмечается устойчивый рост инфицированных COVID-19. Количество госпитализированных стационарных госпиталей Десногорска выросло до 38 человек. К сожалению, появляются тяжёлые пациенты. Сейчас у нас в реанимации с утра три человека. Все проданы на ИВЛ. Прогнозируемо будем увеличивать количество коек. Если такой же рост будет происходить к концу недели до 70, ну и по примеру прошлого, будем расширяться ещё больше, если потребуется. Напряжение стало и для амбулаторной службы. Поликлиника принимает до 100 пациентов в день. За неделю диагноз коронавирус поставили 63 раза. Почти столько же, сколько в две предыдущие недели вместе. Врачи констатируют, вирус стал заразнее и распространяется быстрее. Диаграмма. Вы видите, что в последнее время вот такой рост моментальный. Очень идёт резкий рост. По территориям очень серьёзный рост идёт. Очень серьёзный. Причём коечный фонд в некоторых медсанчастях уже перевысил 100%. И очень много тяжёлых случаев. COVID изменил симптомы и стремительно переходит в критическую фазу. Начинается болезнь, как обычная ОРЗ, а через 2-3 дня, возможно, пневмония. Больше стали болеть дети, чего не было в предыдущей пике заболеваемости. На карантине находится у нас в школах, в третьей школе два класса, один до пятого октября, один до одиннадцатого октября, во второй школе до шестого, в Десноборский колледж, одна группа до шестого и четвёртая школа с сегодняшнего дня по пятнадцатый. Сотрудники медучреждений продолжают настаивать на вакцинации для стабилизации ситуации. Самим медработникам предстоит увеличить вакцинированных сотрудников до 80% от штата. Возможно, в скором времени эта мера коснётся и другие группы населения.